В эфире телеканала Самара Гиз, при своем мнении Инга Пеннер, здравствуйте. Связь потеряна. Жители элитного коттеджного поселка Новоберезовский, они же члены ТСЖ, в феврале намерены идти в суд с эском против компании «Мегафон» с требованием снести сотовую вышку, которую оператор установил прямо посреди населенного пункта, разумеется, не поинтересовавшись мнением людей на этот счет. Если Фемид окажется на стороне жителей, для Самарской области это будет прецедент. По России подобный опыт, пусть небольшой, но уже есть. Житель Подмосковья ровно год назад добился сноса вышки МТС, которая выросла в 20 метрах от его дома. В иске было указано, что оператор нарушил его конституционное право на благоприятную окружающую среду. Сотовые вышки, что нежданно-негаданно появляются прямо перед окнами жителями, все чаще становятся источником раздражения. Согласитесь, далеко не каждому захочется летизреть промышленный объект. Удовольствие достаточно сомнительное, да и страшилок людская молва придумала предостаточно. Представители сотовых компаний называют все это борьбой с ветряными мельницами, уверяя, что вышки абсолютно безопасны. Но те, чьи дома оказались по соседству с ними, убеждены в обратном. Слышь, она шумит. Да, шумит. Вот мы с вами в зоне напряжения находимся. Раз, два, три. Ну, три метра, не больше. Вот они. До забора три метра, до дома всего восемь. Формально санитарные нормы соблюдены. Но супругов Старовойтовых это не успокаивает. Все свои накопления они вложили в этот коттедж, чтобы ближе к пенсии, говорят, пожить на природе. И вот, когда остались только отделочные работы, им преподнесли сомнительный сюрприз. И вот это выпущая спальня детская, ребенок. И из нее как раз будет вот вид на эту самую вышку. С трансформатором с гудящим и с излучениями. Старовойтовых себя называют заложниками вышки. Ведь продать дом уверенно супруги они тоже не смогут. Кто же согласится здесь жить? Как раз луч электромагнитного излучения направлен в сторону дома. И получается, что мы должны жить в постоянном электромагнитном поле. Она еще сначала была не подключена какое-то время. Мы надеялись, что все-таки нам удастся на этом этапе ее демонтировать. Ну а здесь, когда уже ее подключили, она начала работать. Здесь мы поняли, что нужно бить тревогу и сражаться. Жителям Новоберезовского не впервой сражаться за свои права. Все они обманутые дольщики. 9 лет назад их кинул застройщик. Взял деньги за землю, коммуникация с некоторых семей еще и за дома и обанкротился. Оставив людей в чистом поле. Так что за эту землю жители, по сути, заплатили дважды. И неудивительно, что незваная сотовая вышка так их возмутила. Здесь все до сантиметра земли принадлежит собственникам. Ни у кого не спросили абсолютно у жителей, нужно это вам или нет. Я, в общем-то, с уважением отношусь к компании Мегафон. Но если они делают это для людей, хотя бы спросите у них. Поставили они ее, совершенно беспретендентно сломав шлагбаум наш, причем сломали в полном смысле слова. Заехали, поставили. У нас есть охрана в поселке, но это не ОМОН, который может противостоять. Если бы они вышли на переговоры изначально, как цивильные нормальные люди, мы бы, может быть, изыскали возможность и, допустим, предоставили той же вышке место совершенно там, где она никому не мешает. Ну, в самом конце, допустим, вот этого массива. Связь, она проходит выше нас, а все остальное, как в СВЧ печи, достается нам. Понятно, они нахрапом пришли сюда, таким вот образом поставили. Мы очень недовольны. Я не хочу, не хочу облучения получать. Микроволновкой не пользуюсь. Микроволновую печь можно выключить, точно так же, как и сотовый телефон, не 24 часа в сотовом. Это можно контролировать, по крайней мере. Вот, да, это можно контролировать. А здесь все 24 часа. В Роспотребнадзоре нам дали такую схему, по которой они утверждают, что никакого вреда эта вышка не приносит абсолютно для жизни людей. Но мы знаем, что электромагнитные волны, во всяком случае, их влияние до сих пор не изучено до конца. И те факты, которые действительно подтверждают среди здоровья, они просто умалчиваются. Мы не страдаем отсутствием или недостатком связи. Выход реальный из этой ситуации, он непонятен. Потому что и прокуратура, я думаю, что даже за это связываться она не будет с этим. Ну что, только диверсию устраивать. Я не призываю никого. Но какой-то цивилизованный способ должен забыть. Жители Новоберезовского, которые обили пороги десятка инстанций от Роспотребнадзора до Росреестра, выяснили, что сотовую вышку компания «Мегафон» установила на участке, взятом в аренду. Эта земля предназначена для индивидуального жилищного строительства. Но никак не для промышленного объекта. За такое нарушение предусмотрен административный штраф. С физического лица до полутора тысяч, с юридического до пятидесяти. Смешные деньги, учитывая прибыль сотовых компаний. Впрочем, директор Самарского отделения «Мегафона» Максим Токаренко меня заверил. Он впервые слышит о том, что сотовая вышка в Новоберезовском может нарушать какие-то нормы. Вышка – это объект инфраструктуры. Никакой нет претензий к водонапорным вышкам, наверное, к трансформаторам подстанции. Все просто привыкли к этому. Столб связи – это такой же инфраструктурный объект. Понятно, это не памятник, не объект архитектуры. Это реально технические и технические сооружения. Люди едут за город не для того, чтобы любоваться промышленными объектами, а для того, чтобы любоваться природой. Так почему вы не согласовались с жителями? На самом деле, согласований с жителями города или населенного пункта не требуется, если уж подходить формально. Насколько мне известно, ни одной претензии от любого регулирующего органа в наш адрес не поступало. В адрес собственника жилья я тоже не знаю никаких претензий. Конкретно по Новоберезовскому привлечена к ответственности собственник данного земельного участка, наложен на нее административный штраф. И, соответственно, с нашей стороны, со стороны управления направлены письма в управление Федеральной налоговой службы по Самарской области для рассмотрения вопроса о применении увеличенной ставки земельного налога и информация в администрацию Волжского района о принудительном изъятии такого земельного участка. Обширной практики судебной на сегодняшний момент нет. Я думаю, что, конечно, ее надо нарабатывать, поскольку, в общем-то, закон позволяет органам местного самоуправления и органам государственной власти с такими исками обращаться в том случае, если собственник земельного участка использует его не по целевому назначению. Как пояснили мне в Росреестре, такое нарушение одно из самых распространенных. В 2014 году они провели с десяток проверок по жалобам жителей. В 2014 году нам поступило достаточно много обращений и в целом по Самарской области, и по Волжскому району, и по территории города Самары. Причем и операторы тоже разные. Вышки сотовой связи размещаются на земельных участках, для этого не предназначенных для индивидуального жилищного строительства, для садоводства достаточно много, для личного подсобного хозяйства. И в данном случае есть нарушения, за которые предусмотрена административная ответственность. По закону, вышки должны располагаться на землях, предназначенных для промышленных объектов. Но для того, чтобы получить такой участок, нужно пройти торги, массу согласований. Так и в бюджетный год запросто можно не уложиться, объяснили мне в сотовой компании. Видимо, операторам проще взять землю в аренду участников, или даже выкупить ее и потом платить штрафы. К тому же, телекоммуникационные компании очень хорошо знают градостроительный кодекс. Делается грамотный расчет. Конструкция крепится на очень мощные анкерные болты, но при этом получается съемной. И потому признается некапитальным объектом. Таким образом, на участке юридически установлена лишь бетонная плита. И благодаря этому нюансу операторы выигрывают суды. А вышки порой появляются в самых неожиданных местах. Как, к примеру, вот в этом гаражном массиве на Старозагоре, рядом с домами 126 и 127. Здесь всеобщему возмущению жителей место для себя застолбила вся большая тройка страны. Давайте я помогу ее сбросить, скинуть, спилить, как хотите. Конечно, она ничего хорошего не дает. Я так считаю, все-таки излучение есть. Первая 25-метровая конструкция здесь появилась прошлым летом, без предупреждения и в 4 утра. Мы приходим ночью вот эта вышка, потом через какое-то время опять же ночью вот эта вышка. Почему? Нас никто не спросил. Тем более, когда они ставили, они ведь, знаете, снегом не видно. Они здесь все покрошили, все бетонное основание. То есть они нам какой-то урон моральный тоже нанесли. Падают здания, падают мосты. Почему она не может упасть? Мы не видели, что они там ночью бетонировали. Малоприятное начало привело к затяжной войне. Против незваных соседей ополчились и члены гаражного кооператива во главе с председателем. Они воруют у нас свет, мягко выражают. Я им вырубил. Через неделю они пришли и заплатили денег. Тут вот так, выламывали на этих рук. И жители окрестных домов, которых промышленный пейзаж тоже не радует. При покупке и продаже жилья каждый из окна будет видеть вот этот пейзаж, в общем-то, зрительно напоминающий охранные столбы. И хотелось бы, чтобы все у нас было, в общем-то, по закону в стране. Если это промзона, она должна находиться на промзоне. Если это гаражный массив, то он, наверное, должен оставаться гаражным массивом. Мы обращались во многие инстанции, то есть в Ростехнадзор в том числе. Обратите внимание, здесь свободный доступ к лестницам. То есть рядом находится 36-я школа. Соответственно, дети, хотим мы того или нет, они часто шалят, они бегают по этим гаражам. Свободный доступ к проводам открыт, на высотной площадке тоже открыт. На десятки жалоб, написанных председателем ТСЖ, Наталья Александрова, пока отреагировали только в Росреестре. Компанию МТС ей принадлежит одна из вышек. В конце 2014 года оштрафовали на 40 тысяч рублей. Интервью сотовый оператор давать отказался. В письменном же ответе на запрос указал, цитата, что оборудование связи зарегистрировано в установленном порядке Роскомнадзоре, имеет необходимую разрешительную документацию, но оппозицию Росреестра со стороны ОАО МТС обжалуется. Но даже если компанию оштрафуют, жители это вряд ли успокоят, ведь главный вопрос, насколько вредны подобные вышки, для них по-прежнему открыт. Первые замеры нам сказали однозначно, что норма превышена, но опять же документа у нас на руках нет. При повторных замерах, вот конкретно на четвертом этаже нашего дома, в 75-й квартире, там тоже достаточно высокие были показатели. Но документа о выполнении данных замеров и прохождении сертификации мы также не видим. До сей поры доказать вред от установки вышек еще никому не удавалось. Ученые во всем мире на этот счет только спорят, а представители сотовых компаний говорят, что страх перед такими объектами совершенно не обоснован. Как в бородатом анекдоте про жители села, которые после установки вышки начали жаловаться на постоянные головные боли. Что же будет, когда эта вышка заработает, удивлялись установщики. Учитывая, что вы телефон держите около головы и, собственно, излучение очень близко. На самом деле это один из самых главных источников излучения. А базовая станция на нескольких десятках, сотни метров от вас. То есть излучение от телефона, вот как одна из маленьких рекомендаций, это на момент вызова все-таки телефон от головы отставлять. И ни в коем случае не спать с телефоном по подушке. Вот тогда гораздо вы больше свое здоровье сбережете, чем, например, бояться установки базовой станции рядом с своим домом. Радиофобия довольно развита у нас, ну, по крайней мере, в Самарской области точно. Хотя люди не осведены, что излучение нашей базовой станции многократно ниже, чем, допустим, той же самой микроволновки. Наши нормы в России в 100 раз жестче, чем в Европе, предположим, по радиомагнитному излучению. И эти нормы, безусловно, соблюдаются. В Самарском отделении компании «Мегафон» говорят, что им не страшны никакие иски. Но жители Новоберезовского сдаваться не собираются. Элитный коттеджный поселок уже потерял несколько потенциальных новоселов. Люди категорически отказываются покупать землю рядом с вышкой. И центральная улица грозит превратиться в заброшенный пустырь. Наша задача сейчас как можно больше привлечь сюда потенциальных покупателей. Но ни один здравомыслящий человек не приобретет участок рядом с этой вышкой. Как бы ни утверждали, что она там якобы не несет никакого вреда. В любом случае, будем обращаться в суд, в прокуратуру. Ну, насколько нам хватит сил и средств, мы будем идти до конца. А вообще, ну, надеемся, что работники «Мегафон» все-таки услышат нас. В любом случае, мы мириться с этим не будем. Ну что ж, посмотрим, чем закончится это противостояние. Если жителям Новоберезовска улыбнется удача, так же, как и соратнику из Подмосковья, добившемуся с носа вышки, думаю, для суд и компаний это станет хорошим уроком. Все-таки бизнес бизнесом, но и про интересы людей тоже забывать не следует. И еще одна ремарка напоследок. На Западе сотовые компании, чтобы лишний раз не раздражать людей уродливыми металлическими конструкциями, научились их маскировать. Под архитектурное сооружение или что чаще под деревья. На первый взгляд ты не поймешь, что это – пальма, кактус или сотовая вышка. Может, если бы у нас сотовые операторы проявляли подобный креатив, то и подобных историй было бы меньше. Ну а на сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.